Здравствуйте! В эфире программа «Лики современного искусства». Мы продолжаем разговор о современном изобразительном искусстве и продолжаем знакомить вас с художниками, которые активно работают сегодня и современное искусство представляют. Сегодня у нас в гостях совершенно необычный гость. Но для меня, во всяком случае, направление его творчества совершенно удивительно. Это художник-оружейник Михаил Жирядин. Художник-оружейник, вот само по себе это, для меня было в свое время открытием. Потому что мне казалось, что это уже ушло в прошлое. Художники, которые работали, именно трудились над созданием каких-то определенных предметов оружия. Оружейная палата, там предпалательный дворец Дожи в Венеции. Там, конечно, множество образцов роскошного оружия. Но вот современный мир с его оружием массового уничтожения, конечно, он изменил отношение к оружию. А с другой стороны, не убрал самого направления. И поэтому, когда я познакомилась с творчеством Михаила, то для меня это было открытием. Насколько интересно, разнообразно, многопланово можно работать в этом направлении. И как оно действительно активно связано и с творческой личностью, что это совершенно не ремесло, а именно искусство, причем высокое искусство. И искусство, которое еще связано с техническими моментами. То есть это некоторые произведения Михаила, это еще и чудо техники своего рода. Пусть небольшое, но чудо. То есть здесь надо быть инженером и художником, и в какой-то степени мастером-ремесленником. И при этом еще владеть, конечно, всеми направлениями декоративно-прикладного искусства. Вот, все это было для меня совершенно удивительным. И, Михаил, я прочла в одной из статей, что вас называют зодчим оружием. Вот это вот слово зодчий сначала меня удивило, а потом, соответственно, я поняла, что да, потому что вот сама архитектоника предмета. И вот мы можем посмотреть ваше первое произведение, вот этот вот кинжал, наверное, да? Это нож. Нож. Нож, название «Жеребенок». Он появился в 96-м году. Это вот действительно моя первая работа в области авторского оружия. Вообще, вот когда я слушал то, что вы говорили в вступительной части, я хотел бы сказать, что совершенно неудивительно, что вы не слышали об авторском оружии, потому что действительно вот такое отношение к оружию, как к искусству и подобные работы находились очень долго в забвении. Собственно говоря, наверное, рубежом можно назвать где-то 20-е годы, может быть, даже Октябрьскую революцию. В начале, наверное, людям было просто не до украшения оружия, не до творчества. А потом отношение к оружию в Советском Союзе формировалось, в общем-то, достаточно непростое. Либо очень боязливое, либо какое-то ажиотажное. И в любом случае, украшению оружия места не было. Это, ну, можно даже назвать это движением, потому что значимость этого явления достаточно заметная в социальном смысле. Вот это движение, оно возродилось где-то как раз в середине, может быть, в 93-м, в 94-м, может быть, в середине 90-х годов прошлого века. Мне повезло оказаться как раз вот в этот момент в нужное время, в нужном месте, как говорится. Я случайно встретился с людьми, которые занимались авторским оружием. И меня это очень увлекло. Я стал этим тоже заниматься. Вот занимаюсь этим уже 16 лет. Ну, вот эта работа, как я уже сказал, моя первая работа в этой области. Название этой работы «Жеребёнок». Михаил, а до этого вы занимались именно декоративно-прикладным, ювелирным искусством, насколько я знаю. И именно вот с чего это начался у вас, ваш такой творческий путь? Ну, вообще, надо сказать, что мой путь в оружие начался в моём очень-очень раннем детстве, наверное, годы в 4-5. Как все мои сверстники, как все дети, я играл во что-то, в какие-то игры. У меня были любимые игры. И вот одной из самых любимых, самых интересных для меня игр была игра в охотников. Но поскольку мной больше всего занималась моя бабушка, потому что все остальные были на работе, то вот моим партнёром по этим играм была как раз моя бабушка. Вообще, для меня самого очень интересно, откуда взялась эта игра в охотников, потому что в семье никто не охотился, дед очень любил природу, но он был принципиальным противником охоты и даже рыбалкой. Даже рыбалкой он не занимался. Он был такой заядлый грибник. Даже брал отпуск в сентябре для того, чтобы как раз походить по лесу, пособирать грибы. Но бабушка, естественно, тоже к охоте не имела абсолютно никакого отношения. Возможно, это какое-то влияние литературы, потому что бабушка очень любила Льва Толстого, Тургенева. Может быть, оттуда пошла какая-то такая охотничья жилка, потому что, наверное, всё-таки началось это откуда-то от взрослых. Но у меня это нашло очень сильный, глубокий отклик, отзыв. И вот эта игра в охотников была для меня одной из самых интересных. Правда, уже тогда в ней совершенно отсутствовал процесс непосредственно добычи дичи, а существовала подготовка, наладка экипировки, черчение карт. У меня было такое детское двуствольное охотничье ружьё, которое стреляло пистолами, ну, самое обыкновенное. Но я помню, что уже в то время мне очень нравилось, что у него коричневый приклад деревянный. Потом оно потерялось. Мне купили такое же, но с красным прикладом. Но я уже был разочарован, потому что коричневый приклад мне всё-таки казался более каким-то настоящим. То есть тогда это уже имело значение. Да, даже тогда это, в общем, как-то я обращал на это внимание. Компоновка всех частей, даже их цвет. Это всё, конечно, потом в вашем творчестве совершенно станет очевидным, потому что там всё настолько гармонично. А вот я знаю, что именно к юрелирной искусству вы пришли по таким личным мотивам, что вот в вашей семье, вот ваша супруга Мариана Жирядина, художник, она тоже была гостем нашей программы. И вот я знаю, что вы ей сделали давно, тогда ещё в вашей юности, подарок. Колечко, которое в такую замечательную коробочку. Они просто слишком маленького размера, поэтому мы не взяли в студию. И там было вот кольцо, которое вы ей сами сделали. Да, и оно до сих пор существует. И это была ваша первая такая вот работа в этой направлении ювелирного искусства. Да, совершенно верно. Моё занятие ювелиркой началось именно вот как раз с этого колечка, с желанием просто сделать подарок. Ну, мы тогда ещё не были женаты, но мне хотелось сделать подарок моей вот будущей супруге. И я подумал, что, наверное, я смогу сделать колечко. Собственно, что я и осуществил. Да. Вот это колечко. Вот у вас есть, да? Хотя бы издали, потому что оно находится в такой вот шкатулочке, которая из грецкого ореха сделана. И внутри уже обрамлено тканью соответствующей. Вот это колечко. И вот колечко с гранатом. Совершенно очаровательное, нежное. И вот, мне кажется, знаменательное просто произведение, потому что оно положило начало такому продуктивному творчеству. Не могу сказать, конечно, что я в восторге от сложности этого кольца, но, по крайней мере, до сих пор оно как-то вот ещё пока существует, оно удалось. Собственно, наверное, для этого есть причина в том, что с раннего детства я не только играл в охотников, но как-то вот так вот тоже сложилось. Я не знаю, по какой причине, что буквально тоже вот с 4-5-летнего возраста я занимался каким-то мастерством. То есть я что-то делал руками, мастерил всю жизнь. Кораблики, сохранился где-то даже самолётик, который сделан, вот дед поставил на нём дату, 67-й год, мне тогда было 4 года. Ну, собственно говоря, в общем, самолётик, он, конечно, очень примитивный, он сделан из чурчик, которыми топили самовар. Вот, но, тем не менее, у него есть крылья, фюзеляж, даже пропеллер, то есть он как бы вот, ну, внешне похож на самолёт действительно. Вот. В остальные годы вот эта тяга к рукоделью и конструированию у меня была всегда очень сильная. Ну, естественно, как все мои сверстники, я делал какие-то ружья, пистолеты, мы их выпиливали из досок. Иногда это были стреляющие образцы. И многие мои сверстники, наверное, знают вот эти ружья, которые стреляли пульками, согнутыми из алюминиевой проволоки в виде буквы У. Да, да. Пулька закреп... Помню. Вы тоже помните это, да? Да. Пулька закреплялась в специальном приспособлении, натягивалась резиночкой, и когда приспособление пульку освобождало, она летела. Вот. Я увлекался этим, и, ну, признаюсь, иногда на уроках в школе, когда было скучно, я доставал тетрадочку и пытался чертить какие-то конструкции. Ну, наверное, большинство из них, конечно, не было реализовано, но, тем не менее, это доставляло мне большое удовольствие. Вот. Я как-то вот жил в этом мире конструирования, и именно, в общем, как бы оружие, то есть вот конструирование не просто механики, а именно оружие меня особенно увлекало. Понятно, да. Но возможность, конечно, была только заниматься холодным оружием, потому что, насколько я знаю, все другие виды, это для художника... Разумеется, да. Для художника это не важно. Ну, в детстве такого вопроса не стояло, потому что то, что делалось в детстве, вообще назвать оружием невозможно, конечно. А в настоящее время, к сожалению, да, законодательные рамки не позволяют думать ни о чем другом, кроме холодного оружия. Ну, а нарушать закон... Ну, по крайней мере, мне это совершенно не близко. Ну, это совершенно понятно, да. Ну, что же, мне кажется, надо посмотреть ваши работы. Видите, здесь вот такая шкатулка создается, причем Михаил сам делает шкатулку, определяет ее форму. И вот этот вот кинжал, да? Это стилет. Стилет. Скорее всего, это стилет, потому что вообще авторское оружие, оно не ставит перед собой задачи точного соответствия каким-то историческим названиям. Все-таки это творчество, это оружейные фантазии, и иногда бывает, в общем, трудно определить, какому классу принадлежит данный предмет. Но вот это, скорее всего, можно смело отнести к стилету. У него узкий, толстый клинок, достаточно длинный. Стилет называется «Эгрплизир». Это такая немножко вольная фантазия на тему французского языка, потому что «плизир эгре» это «острое удовольствие» в переводе с французского. Но в таком порядке слов по-русски это звучит менее благозвучно, поэтому название немножко изменено. Да, и «Эгрплизир». Да, и вот следующий слайд. Вот мы видим эту подставку, которая хранится в шкатулке самой. И вот можно в таком виде выставить на обозрение стилет, и он получается уже таким вот предметом и украшение интерьера. То есть это уже своего рода сочетание скульптуры с каким-то просто таким вот изысканным и роскошным образом. Это тоже характерно для Михаила, что он сочетает все элементы в единое целое и превращает это в такие вот композиции. А вот это, соответственно, это произведение я выбрала, потому что здесь совершенно удивительный клинок сам по себе. Правильно я называю этот клинок? Я его попросила увеличить, потому что здесь удивительный совершенно рисунок. Рисунок, который украшает, вот, соответственно, сам клинок. Это бабочка, и называется это произведение бабочка. И мы здесь, как-то здесь просматривается березовая кора, и какой-то водный простор, и, соответственно, небо с облаками. И все это так торжественно, монументально, а в то же время поразительно изысканно. Это техника художественного травления по стали. Да. Очень красиво. Рельеф, на самом деле, достаточно выпуклый. Вот на этом клинке не очень сильно, но, тем не менее, достаточно ощутимо имеет выпуклость. Достигается это при помощи травления. Название говорит само за себя. Наносится маска, которая предохраняет металл от травления. Клинок опускается в травильный раствор. То, что было закрашено, остается выпуклым, а то, что было не закрашено, опускается. И таким образом слой за слоем добавляется рисунок, снимается слой за слоем. В общем, на произведение может быть достаточно большое количество таких слоев, но они создают рисунок вот сложный, выпуклый и состоящий из разных деталей. Да, вот это очень интересно. Это блоха. Это блоха. Это складной нож, правильно я говорю? Да. Также мы видим рисунок на клинке. Но здесь, конечно, очень сложное именно инженерное решение, чтобы это все... Вот видите, это детали, которые составляют этот нож. Немножко прокомментируйте. И вот это они, соответственно, тоже помещаются все в разобранном виде, да, здесь или... Совершенно верно. Нет, здесь нож не в разобранном виде, он просто окружен комплектом инструментов, которые необходимы для того, чтобы его разобрать. Собственно, сопровождение предмета комплектом каких-то обслуживающих инструментов достаточно характерно для оружейного искусства. Единственное, что в прошлом такие комплекты сопровождали обычно огнестрельное оружие, как правило, пистолеты. В комплект могла входить пулейлейка, какие-то отвертки для того, чтобы этот пистолет обслуживать. Для холодного оружия, конечно, такой инструмент не требовался. И вот то, что я сделал, это, в общем-то, дань искусству, дань, ну, какому-то настроению. вот этот нож-блоха, он, как я уже сказал, разбирается и разбирается вот с помощью этого инструмента. И следующая вот очень интересная тоже коробка сама здесь в меня, вот шкатулка это привлекла, потому что у нас настолько красивой формы, поразительный такой вот овал удлинённый, красное дерево, внутри, соответственно, серебряная вот эта вот серебряная отделка. И, насколько я знаю, там ещё зелёный бархат, и, соответственно, всё это для размещения кинжала. Дриада. Дриада. Название этого кинжала Дриада. Ну, как известно, Дриада лесная нимфа, и в этой работе я попытался создать какое-то вот настроение лесной опушки, может быть, лесной подстилки, какого-то вот многообразия соответствующего природе. А что касается дерева, то здесь можно сказать отдельно, это вот цвет этого дерева натуральный, это некрашенное дерево, просто есть вот такая порода дерева, называется оно амарант, и оно имеет вот такой вот свекольный цвет. Да. Очень крылья. Вот так многообразная, так удивительная природа. Да. А это, соответственно, сам по себе кинжал, уже без вот этого вот облачения, мне даже хочется сказать, потому что шкатулки это вот какая-то неотъемлемая часть, которая, конечно, подчеркивает красоту, но и без шкатулки он тоже роскошно совершенно смотрится. Вот. Вот еще одно произведение Михаила, и здесь мы видим уже вот инкрустация с помощью золотого такого вот вкрапления. Вот. Это... Это нож Хроникус. Название этого ножа Хроникус. Ну, название достаточно фантазийное. Оно появилось от попытки ну, как-то соотнести вот эту работу с каким-то прошлым. Хронос, время, и как-то вот так вот появилось название Хроникус. Все работы в области авторского оружия, они, наверное, их все можно соотнести с традициями оружейного искусства, с нашим прошлым, потому что в них очень широко применяются те техники и технологии, которые применялись в глубокой древности. Современных технологий в производстве авторского оружия почти что и нет. Ну, вот единственное, что я могу сказать, конечно, бесценное совершенно изобретение современного мира, это длиннофокусный микроскоп, который позволяет работать с предметом, имея объектив их на достаточно большом расстоянии, так что вот под этим объективом появляется возможность работать. Да, и, конечно, вот это увеличение и возможность видеть любые абсолютно самые мелкие детали, оно бесценно. Я не знаю, может быть, наши предки были как-то, обладали лучшим здоровьем, лучшим зрением, вот, но для нас, в общем, не использовать оптику практически невозможно. Вот еще одно ваше произведение, которое сейчас на экране мы можем видеть. Это «Железный барон». «Железный барон», да, чувствуется мощь, элегантность, сила, уверенность определенная. Михаил, а, в принципе, можно использовать, ну, так сказать, по прямому назначению, то есть, соответственно, что-то отрезать этим ножом, или вот он все-таки декоративную роль играет? Нет, все предметы, которые я делаю, я стараюсь их делать стопроцентно функциональными, теоретически. То есть, все клинки имеют необходимую твердость, они все заколены, и геометрия этих клинков, она конструируется таким образом, чтобы они обладали максимальной прочностью. То есть, у них нет каких-то, я стараюсь избегать каких-то мест, где вот он мог бы сломаться, потому что он ослаблен. То есть, теоретически, любой из этих предметов, вот как он выглядит, в такой степени на него можно рассчитывать. Понятно. Но я бы, например, только, может быть, бумагу могла бы разрезать, потому что он настолько роскошен сам по себе, что просто вот даже с каким-нибудь фруктом соприкосновения его, мне кажется, и то было бы крайне нежелательно. Но для меня, по крайней мере. Именно исходя есть эстетики произведения. Все эти работы, они не делаются в расчете на то, что кто-то ими будет пользоваться. Это все-таки делается в основном для удовлетворения эстетических, духовных потребностей. Но, тем не менее, все-таки оружие, слово оружие, оно обязывает к тому, чтобы предмет был функциональным. Понятно. Давайте, это вот, соответственно, железный барон в своем облачении, в шкатулке для него предназначены. И вот эта совершенно поразительная вещь, это нож, который называется комар. Он на такой подставке, причем эта шкатулка, она как бы является, ну, как вместо ножен служит. То есть он все время закрыт, когда, соответственно, его нужно закрыть. Вот этой вот очень интересной по форме шкатулки. А внутри он на такой вот подставке в виде таких травинок. Тоже, как мне кажется, совершенно поразительно изысканная вещь. Совершенно верно. Вот это он сам по себе без, соответственно, шкатулки. Вот эти травинки и вся атрибутика этой работы, как вы заметили, это попытка, ну, как бы вот, как говорят, раскрыть тему. То есть тема комар, ну, соответственно, какие-то камыши, какие-то травки. И сама форма вот этого ножа, я тоже попытался передать, как бы вот характер этого насекомого. Он такой, немножко витиеватый, занудливый, писклявый. И вот, как бы вот такая, да, немножко причудливая форма, конечно, может быть, не характерная для функционального ножа. Она сделана не случайно, а именно вот с целью передать характер и настроение вот этого насекомого. А вот рукоятка, это здесь появилась, роговая, или в другом произведении? Нет, это рукоятка из черного дерева, эбен, ну, черное дерево. А роговая рукоятка, это вот, вот на этой работе, это... Это клик называется, насколько я помню. Складной нож, тоже, естественно, с механизмом внутри. Вот он в разобранном, в разложенном, вернее, виде. Рукоятка из рога буйвола. Очень интересный для меня материал. Собственно, я недавно его для себя открыл. Вообще, при обработке, надо сказать, он выглядит как пластик, как черный пластик. Ну, собственно говоря, любой пластик, это имитация чего-то натурального, так что это, в общем, не особенно удивительно. Но, тем не менее, материал очень интересный с эстетической точки зрения, позволяющий с ним широко работать, прочный, эластичный. Да, понятно, Михаил. И вот, мне, на первую очередь, нравится вот это, вот это, вот это произведение. Мне все нравятся произведения, которые мы сегодня смотрим, и вообще все произведения Михаила. Но вот корветт особенно, потому что он с цветными вкраплениями в рисунке на нож, на самом клинке. И потом вот этот вот нитивременник, стилет называется, и, соответственно, следующее, это, соответственно, шелест травы. То есть это уже такие вот скульптуры в чистом, как мне кажется, в виде созданной на основе, вот, соответственно, оружия художественного. То есть это какой-то выход в новый жанр и в новую, какую-то вот, в новое творческое направление. Ну, вы знаете, не совсем в новое, потому что, в принципе, создание вот этих скульптур, оно, в общем, достаточно характерно для авторского оружия. Носит оно название «кабинетное оружие». Есть такое название «кабинетное оружие». То есть это как раз предметы, которые предполагается, что они будут дополнять интерьер и как-то вот в интерьере и жить. Собственно говоря, вот эти два стилета, они как раз относятся к кабинетному оружию. Ну, а какое-то... Очень удачное направление. Настроение, да, настроение и какой-то смысл. Ну, естественно, как художник, я пытался вложить в эти произведения. К сожалению, время нашей передачи истекло, но я очень рада, что вы пришли. Спасибо вам большое, Михаил, и успехов вам творческих. Спасибо вам. Да, я прощаюсь с нашими зрителями. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok